Пытие, 37 глава. Сегодня мы поговорим об Иосифе. Неправильно я сказал. Если мы говорим о ком-то другом, кроме Бога, это уже неправильно. Мы будем говорить о Боге. Мы будем познавать Бога на примере этой судьбы, судьбы Иосифа. Если внимательно рассмотреть и изучать эту судьбу, то очень можно много взять для себя полезного из судьбы, которая была Иосифа. Она нам дана довольно-таки подробно. Давайте посмотрим. Это в нескольких главах она описана, поэтому мы не будем всё читать, но выборочно. Значит, что-то я буду своими словами, что-то мы будем читать. Иосиф – это был любимый сын Иакова. У Иакова было две жены. Одну он любил, другую меньше, уважал. Рахиль он любил. Иосиф родился от Рахили. Уже в конце. Это был, можно сказать, предпоследний, по-моему, сын его. Последний Вениамин был. И он его любил. Он его выделил из всех сыновей. Он сделал специальные одежды какие-то цветные. И к нему было такое особое внимание от отца. Братья же его возненавидели. И не могли, написано, говорить с ним дружелюбно. И увидели братья его, что отец любит его больше всех братьев его. Это неправильно с точки зрения отца. Нельзя показывать этот фейворитизм по отношению к одному ребенку и не показывать что-то другому. Ты можешь любить кого-то больше, но, по крайней мере, чтобы этого не было видно. Потому что это неизменно производит такую реакцию у брата или у сестры. И братья возненавидели его и не могли с ним разговаривать дружелюбно. А Иосиф видел сон. И он рассказал братьям своим. И они возненавидели его еще больше. Он видел сон, как снопы стоят посреди поля. И вот он говорит, мой сноп встал и встал прямо. А вот ваши снопы встали кругом и поклонились моему снопу. Ну и после этого братья сказали, неужели ты будешь царствовать над нами? И еще больше его возненавидели. И однажды они пошли пасти. Скот куда-то пошли пасти. И отец послал Иосифа, иди проверь, как там братья твои. Он пошел. И когда они увидели его издалека, они сказали, «Вон идет этот сновидец». И прежде, нежели он приблизился к ним, стали умышлять против него, чтобы убить его. И сказали, вот идет сновидец. И что они сказали? Пойдем теперь и убьем его, и бросим его в какой-нибудь ров. И скажем, что хищный зверь съел его, и увидим, что будет из его снов. Иосиф, понимаете, это довольно-таки серьезное дело. Почему? Потому что мы-то сейчас уже знаем, что Иосиф – это был избранный Богом человек для определенной цели. И сны эти были от Бога, они были пророческие, они таки сбылись. И они говорят, давай мы убьем Иосифа и посмотрим, как его сны осуществятся. То есть, кто хочет нарушить планы Божьи? Сами понимаете, кто. То есть, речь идет уже не о братьях, а речь идет о том, кто хочет действовать через братьев, чтобы не сбылось Божий план. И это серьезно. Это неважно, он большой или маленький. У Бога вообще нет ничего маленького. Но задача у дьявола всегда нарушить Божий план. Для чего? Чтобы доказать, что Бог неверный. Поэтому, в принципе, он и охотится на Израиля. В этом-то и корень антисемитизма. Меня на этой неделе один человек спросил неверующий. Я всю жизнь пытался понять, в чем он не еврей, в чем корень антисемитизма. И он изучал историю и так далее, и так далее. Он говорит, я ничего не понимаю. Я говорю, я тоже никогда ничего не понимал. Пока я не понял, пока я просто не стал читать Библию. Причина антисемитизма – это не политический конфликт, это не какой-то там территориальный конфликт. Это духовный конфликт. Потому что у Бога, я отвлекаюсь, у Бога планы на Израиль, которые еще не осуществились. Дьявол, дьяволу в принципе все равно, Израиль не Израиль. Но потому что у Бога планы на Израиль, поэтому дьявол пытается уничтожить Израиль. Для чего? Чтобы доказать, чтобы Бог говорит одно и не делает. Вот это у него задача. Если бы у Бога были планы, если бы это место Израиля была какая-нибудь другая страна, значит, дьявол пытался бы эту страну уничтожить. Это между Богом и дьяволом конфликт. А Израиль – это так. Так и здесь. Нарушить Божий план. Но они его не убили. Благодаря Рувиму, старшему брату, они его просто продали. «Пойдем, продадим его измаильтянам, и руки наши не будут на нем, ибо он брат наш». И братья послушались Рувиму. Ну и продали его. И таким образом Иосиф попал в Египет. Они отвели его в Египет, отвезли в Египет. И потом там он попал в дом Патифару, который был царедворец, фараонов, начальник телохранителей. Потом повествование переходит в 39 главу. И написано во втором стихе «И был Господь с Иосифом». Эту фразу вы будете встречать пару раз. Это не один раз она встречается. «И был Господь с Иосифом». Мы вернемся к ней. Потому что Господь был с Иосифом, он был успешен в делах, и жил в доме господина своего египтянина. И увидел этот египтянин, что Господь с ним, и все, что он делает, Господь в руках его дает успех. Из-за Иосифа Бог благословил дом этого Патифара, и там дела стали идти совсем хорошо. И он понял, надо отдать ему должное, что это благодаря Иосифу, с которым Господь. Но, видите, уже с какой у него был… А, кстати, ему было 17 лет в это время. Иосифу было 17 лет, когда он столкнулся вот с этой ненавистью, которая, в принципе, почти привела к тому, что его хотели убить. Его не убили, но он был изолирован от своей семьи. Юноша, 17 лет юноша. И он уже столкнулся вот с такой… У него был такой же экспириенс. Прямо скажем, плохой экспириенс. Да, и в это время его продали, и он там стал, в общем-то, подниматься в этом доме. И этот Патифар, он все отдал Иосифу, весь дом отдал Иосифу, говорит, управляй. Почему? Потому что у него дела идут хорошо. И он сделал его управляющим, менеджером, как мы говорим. И все вроде бы неплохо. Но, да, и вот он не знал при нем ничего, никаких забот. Но Иосиф же был красив станом и красив лицом. И обратила взоры на Иосифа жена господина и сказала, спи со мной. Но он отказался и сказал жене господина своего, вот господин мой не знает при мне ничего в доме, и все, что имеет, отдал мне в руки. Нет больше меня в доме в этом. И он запретил мне, и он мне не запретил ничего, кроме тебя. В общем, он сказал, что он отказался. Как же я сделаю сие великое зло и согрешу пред Богом? Когда же так она ежедневно говорила Иосифу, а он не слушался, чтобы спать с нею и быть с ней. И случилось в один день, что он вошел в дом делать дело свое, и никого из домашних в тот доме не было. Она схватила его за одежду и сказала, ложись со мной. Но он оставил одежду свою в руках и побежал, и выбежал. Она же, увидев, что он оставил одежду в своих руках, она позвала всех домашних и говорит, посмотрите, он привел к нам еврея ругаться над нами, он пришел ко мне, чтобы лечь со мной, но я закричала громким голосом. И он услышал, я подняла вопль, закричала, и он убежал, оставил одежду. Вот, и вот одежда. И вот такую версию этой истории она преподнесла своему мужу, когда он вернулся. Муж, конечно, отреагировал соответствующим. Может быть, Иосиф пытался сказать, что это не так, но это жена, а это раб еврей, ты же понимаешь, кого он будет слушать. Ну, он отреагировал соответствующим образом, и он его выгнал. Не выгнал, а он его посадил в тюрьму, в темницу. И отдал начальник темнику. В общем, он попал в темницу. «И взял Иосифа, господин его, и отдал его в темницу, где заключены узники царя. И был он там в темнице». И написано, «И Господь был с Иосифом, и простеркнему милость, и даровал ему благоволение в очах начальника темницы». Вот. И начальник темницы и не смотрел ни за чем, что было у нее в руках. Почему? Потому что Господь был с Иосифом, и во всем, что он делал, Господь давал ему успех. То есть, повторяется этот, опять, пэттен, происходит та же схема, что потому что он был хороший управляющий, наверное, сообразнительный, и потому что Господь был с ним, Господь ему давал везде успех. Что у Патифара, он попал к Патифару, у него там успех. И Патифара дал ему весь дом, кроме жены. Но он ее не хотел, в принципе. Потом получилась такая ужасная история, прямо скажем, коварная. Это вот это вот коварство. То, что произошло с этой женщиной, это коварство. Это не просто зло, это коварство. И все это свалилось на голову молодого парня, который, в принципе, еще совсем молодый парень. И он попал в темницу, его продали, его чуть не убили, ни за что. Его продали в рабство, родные братья, ни за что, плохого ничего не сделал. В рабстве у него Господь был с ним, и он стал немножко остановиться на ноги, и попал в темницу, столкнулся с этой подлостью, с коварством, не знаю, как хотите, так и называйте это. И он оказался в тюрьме, и опять ни за что. Господь был с Иосифом. Значит, для молодого человека, в принципе, ему было 17 лет. Потом мы знаем, что Иосиф стал, в принципе, премьер-министром, говоря сегодняшним языком, премьер-министром Египта. Египет в то время была как империя. Это не сегодняшний Египет. Это как Америка сегодня, считайте. Иосиф, в принципе, стал номер один человек в той Америке. В Египте, ну, только фараон. Фараон – это был, скажем, религиозный лидер, а это был управляющий всей страной. Но это ему было в 30 лет. То есть, это прообраз Христа. Кстати, Иосиф – это самый лучший прообраз Иисуса Христа из всех ветхозаветных библейских персонажей. Это самый полный, любимый сын, которого предали семья, которая… Там очень много параллелей. Ему 30 лет было, когда он стал, уже достиг этой позиции. Началась же вся эта история, когда ему было 17 лет. То есть, 13 лет. Прошло 13 лет. Но это не просто 13 лет. Это 13 лет обмана, лжи, рабства, тюрем. Иосиф ушел в железо. В железо, да. То есть, вот такой вот экспириенс был Иосифа, понимаете? И все это свалилось, и это все незаслуженно. Это все… И вот весь этот негативный экспириенс, который он пережил в 13 лет, это все то, что он ничего не заслужил из этого. Ни тюрьмы, ни рабства, ничего. Он пережил подлость, он пережил ложь, он пережил rejection своей семьи, он пережил одиночество, унижение, ну, и все, что можно, вы догадываетесь, тут не описано ничего. Как вы думаете, для молодого человека, который пережил это, и вот ему уже 13 лет, и 30 лет, у которого были такие 13 лет, как вы думаете, как это отразится на его характере? Это будет мягкий, добрый человек, уравновешенный? Не думаю. Не думаю. Нам в жизни иногда доводится встречаться с людьми, которые, ну, прямо скажем, такие, несбалансированные. И мы говорим, вот он пережил вот то-то и то-то. И поэтому мы на это делаем большую скидку, и, может быть, и правильно делаем. Мы можем это как-то объяснить, мы можем как-то это понять, почему у человека такой характер, потому что у него за спиной очень тяжелый жизненный опыт. И мы acknowledge this, и это хорошо. Обычно, вот, вот когда вот такая вот вещь, человек становится, он становится злым, у него это горечь. Очень сильно на человека влияет rejection. Rejection – это когда тебя отвергают, особенно в семье. Это потом, это откладывает огромный отпечаток на характере человека, который потом очень и очень трудно исправить. Часто это заканчивается депрессией, вот, и обида. но мы сейчас говорим о верующем человеке. Верующие люди, верующие люди в своей жизни тоже переживают очень тяжело, тоже бывает тяжело, очень experience. И люди страдают справедливо, люди страдают несправедливо. И очень часто, очень часто, вы знаете, что мы, что мы иногда носим обиды на Бога. Слышали про такое дело? Библия категорически нам запрещает быть обиженными друг на друга. Потому что, если мы живем с обидой, если я живу с обидой на тебя, и я живу с этим, и я живу с этим, я что-то молюсь, я что-то проповедую, или что-то говорю, то мой духовный рост уже давно остановился. Он уже, и он уже давно, я уже давно буксую. Понимаете? С обидой жить нельзя. Это я говорю на этом уровне. Но обида на Бога, это вообще все ставит под большой вопрос. Окей? В данном случае нелегко остаться необиженным на Бога. Потому что речь идет о верующем человеке, который просит милости Божьей, который просит благословения, который хочет, чтобы благословили его жизнь, вместо этого он попадает из одной беды и попадает в большую беду. В большую беду. Да, Бог с ним, но Бог с ним в тюрьме. Понимаете? Сначала Бог, но не приводит, допускает, что он попал в тюрьму. Он говорит, ну правда, я с тобой в тюрьме. Ну, ты можешь сказать, Господь, а можно быть со мной не в тюрьме, где-нибудь в нормальной обстановке? Понимаете? То есть, и это все, это все очень, и я знаю, и я встречал людей, которые обижены на Бога. Они обижены на Бога. И они задают вопросы. Почему они обижены на Бога? Потому что у них много неотвеченных вопросов. У них есть вопросы, на которые они не получили ответа. И они живут с этим. У них обида на Бога. Они замазывают эту обиду. Они об этом не говорят. Но когда ты с ними общаешься, если у тебя есть маленькое распознавание, ты можешь учуять эту обиду. Это горечь. Это горечь. Почему у меня? Почему со мной? За что? За что? Что я хуже других? Вот эти вот разговоры. Человек, который так мыслит и который так рассуждает, когда человек так мыслит и когда он так рассуждает, это очень серьезный признак того, что человек вообще Бога что? Не познал. Окей? Он его просто не познал. Он очень много знает о Боге. Очень много. Он может читать лекции, он может написать книгу, он может много чего может. У него очень много о Боге. Очень много о Боге. Как вы изучаете историю какого-нибудь человека, и вы очень много знаете о Наполеоне. Но Наполеона вы не знаете. Вы очень много о нем знаете. Вы прочли массу книг о нем. Вы изучили его биографию, вы знаете все о его семье. Но его вы не знаете. Вот так вот люди имеют такую связь с Богом. Потому что жить с обидой на Бога, и как бы культивировать эту обиду, и не дать Богу убрать ее, и как бы лелеять ее, то это очень серьезный признак того, что человек Бога не знает, никогда не встречал. У человека очень много вопросов. Он на эти вопросы не получает ответа, и поэтому у него к Богу появляется определенное такое отношение. У него, может быть, даже и законные какие-то вопросы. Потому что страдания его, на его взгляд, они какие-то не... Страдания, которые он пережил, они незаслуженные. И он не может понять, почему это случилось. Становится жалко этого человека, когда с ним общаешься, и ты ему невольно симпатизируешь. И когда ты ему говоришь о Боге, когда ты ему свидетельствуешь, то твое свидетельство не имеет силы. Почему? Потому что ты симпатизируешь его страдания. Твое слово о кресте, которое ты хочешь донести до него, оно уже теряет силу. Почему? Потому что ты делаешь скидку на это, а ты как-то его... появляется вот это человеческое какое-то сочувствие, которое просто... оно просто делает его сильнее, этого человека. Может, я уже не говорю, не следует мне это говорить. Но твое свидетельство не имеет на него силы, и слово о кресте не имеет на него должного эффекта. Принято думать, что обстоятельства, которые человек, через которые он прошел, и через которых он, может быть, находится, они определяют нашу жизнь. Например, в Америке говорят, что ты должен оказаться в правильном... Почему? Откуда у тебя такой успех? Говорят, ну, я оказался в правильном месте в правильное время. Так вот, да? To be in the right time, right place. Ну, поэтому у меня получилось, а ты там не оказался. Вот. И это причина успеха. Судьба, которую мы рассматриваем, судьба Иосифа, полностью опровергает эту точку зрения. Она опровергает эту точку зрения. Не обстоятельства определяют твою судьбу, и не обстоятельства определяют твой характер, а то, как ты на них реагируешь. Я повторю. Не обстоятельства влияют на твою судьбу, а то, как ты на них реагируешь. Твоя реакция определяет все. Твое отношение к ним. Как ты реагируешь к этим вещам? Окей. Несколько раз мы прочли, что написано, что Бог и Господь был с Иосифом. И можете открыть место. Я сейчас пытаюсь, ну, как-то сформулировать свою мысль. Откройте, пожалуйста, место. Второе послание к Тимофею. Второе послание к Тимофею. Вторая глава. Тут сказано так. Одиннадцатый стих. «Верное слово. Если мы с ним умерли, то с ним и оживем. Если терпим, то с ним и царствовать будем. Если отречемся, и он отречется от нас». Обратите внимание, кто является инициатором в этих отношениях. Если мы терпим, то Бог будет с нами, и будем царствовать с ним. Если мы отречемся, то что? То и Бог отречется от нас. Кто инициатор здесь? Кто? Кто? Совершенно верно. Я инициатор. Значит, тот факт, что Бог со мной, говорит о чем? Это говорит о том, что я с Богом. Бог меня не оставил. Почему? Потому что я Бога не оставил. Окей? Если ты оставишь Бога, Бог никогда никого не оставляет. Если ты оставишь Бога, то Бог оставит тебя. Ты не можешь оставить Бога и при всем этом хотеть, чтобы Бог тебя не оставил. Если ты от Него отречешься, если ты от Него не отвернешься, то Он отвернется от тебя. И вот написано, и Господь был с Иосифом. Теперь, понимая этот принцип, что вы теперь можете сказать про Иосифа? Невзирая на все эти обстоятельства, невзирая на всю эту вопиющую несправедливость. Иосиф оставил Бога, Иосиф перестал верить Богу. Нет, почему? Потому что если Господь был с Иосифом, то это значит, что Иосиф... Значит, что Иосиф сначала... Вы сами сказали, что мы инициаторы наших отношений с Богом. То это значит, что Иосиф был с Богом. Невзирая на все эти обстоятельства, которые свалились на голову молодого парня, который не был утвержден, потому что 17 лет, тем не менее, он оставался с Богом. Почему? Потому что он не задавал Богу ненужных вопросов. Самая большая ошибка, которую мы делаем, когда мы оказываемся в каких-то трудных обстоятельствах, которые нас тогда Господь не привел, но Он просто шел с нами туда. Он говорит, я в скорби буду с тобой. Он не обещал, что Он нас избавит от скорби. Он говорит, что я буду с тобой. Помните, как у Даниила, когда их бросили в огонь, Он их не избавил от огня, но Он был в огне с ними. И это обетование есть у нас Богом. Так вот, потерял мысль, что я хотел сказать. Так вот, Иосиф, он не задавал... Самое неправильное, что мы можем делать, это когда мы оказываемся в каких-то обстоятельствах, мы начинаем спрашивать, а почему? А за что? Зачем? Эти вопросы задавать нельзя. Эти вопросы задавать нельзя. Почему? Потому что на эти вопросы вы не получите ответа. Когда мы не получаем ответы на свои вопросы, это нас смущает. Это нас смущает. Это колеблит нашу веру. Мы запутываемся, мы ничего не понимаем. Мы обижаемся. Мы обижаемся на Бога. Почему Он с нами не разговаривает? Почему Он мне не отвечает? Вы помните историю с Иовом? Когда к нему пришли трое, и когда они сели... Мы сегодня, сын, и вспоминали эту историю, когда ехали в машине. К нему пришли три друга, и они сели, и они семь дней сидели и молчали с ним. Семь дней сидели и молчали. Семь дней. И потом они стали говорить. Неважно. Но у Иов считался праведный человек, и Бог сам сказал сатане, что таких людей больше нет на земле. И потом на голову этого самого праведного, самого, наверное, честного человека на земле свалилось такое горе. Причем не одно, а одно за другим. Одно за другим. Мало того, что он все потерял и всех потерял, на него еще свалилась ужасная болезнь, от которой он страшно страдал. И речь идет о годах страданий. Двадцать лет. Годы, годы. Просвета нет. Облегчения нет. И ничего не понятно. И вот он говорит, вот если бы у меня был здесь Бог, я бы спросил у него, почему, за что? Потому что я же был с очами для слепого, я же был устами для немого. То есть, когда я входил, старейшины вставали. Такое было у него репутация, такое положение, такой это был человек. И вот он все, вот эта борьба, которая в нем происходила. И вот, наконец-то, в 30, откройте книгу Ио, она идет прямо перед псалмами, у кого есть. И вот этот кризис разрешается в конце, в 38 главе, когда Бог приходит к нему. Бог приходит к нему, и отвечал Ио Господь из бури, и сказал, третий стих, «Припаяшь ныне чресла твои, как муж, и я буду спрашивать тебя, а ты объясняй мне». И вот Бог начинает спрашивать у него. Это две или три главы. Это удивительное место. Бог ему говорит, ну, например, много вопросов. Он говорит, «Где ты был, когда я полагал основание земли?» В другом месте он говорит, «Ты знаешь, где горные козы берут себе молоко, например?» И он, например, очень много вопросов он ему задает. «Давал ли ты, когда в жизни свое приказание утру, и указывал ли заре место ее?» «Не сходил ли ты во глубину моря, и входил ли ты в исследование бездны? Отворялись ли для тебя врата смерти, и видел ли ты врата тени смертные? Обозрел ли ты широту земли? Объясни, если знаешь все это». И вот такие вопросы Бог задает ему. «Можешь ли ты связать узел хима и разрешить узой кисиль? Можешь ли выводить созвездия в свое время и вести а с ее детьми? Знаешь ли ты уставы неба? Знаешь ли ты время, когда рождает дикие козы на скалах? И замечал ли ты роды ланей? Человек, который потерял детей, дочерей и сыновей, потерял все. Он ужасно болен на протяжении 20 лет. Вы что, думаете, его интересует, как эти дикие козы рожают на горах? Зачем Бог спрашивает у него вот эти вещи? Его что интересует, как там появляются молнии на небе, и где они берут, где это все берет начало? Потом он говорит. «Ты ли дал красивые крылья павлину и перья и пух страусу? Он оставляет яйца свои на земле». Нет, вы послушайте, вы послушайте. Это Бог отвечает человеку, у которого обида на него. Который мучается, который страдает, который потерял все, у которого ужасно страдает. И он хочет понять, почему, за что, и когда этому будет конец, и что происходит в его жизни. И он, может быть, спрашивает у Бога с какой-то такой, может быть, какой-то претензией. Ну, по-человечески он говорит. Но мы понимаем по-человечески. И вот он приходит вот с таким этитюд к Богу и спрашивает. И Господь, вместо того, чтобы как-то объяснить ему, утешить его, он ему говорит про горных коз. Он ему говорит про молнии, он говорит ему про снег на небе. Потом он говорит про красивые перья павлину. Он говорит, что он оставляет яйца свои на земле и на песке согревает их. И забывает, что нога может раздавить их, и полевой зверь может растоптать их. Он жесток детям своим. Это он про страуса говорит. Это Бог говорит Иеву, страдальцу. Он говорит страдальцу про страуса. Он жесток детям своим, как бы не своим, и не опасается, что труд его будет напрасен. Почему? Потому что Бог не дал ему мудрости и не уделил ему смысла. Потом он написывает, говорит про коня, где-то стихов 15. Потом он говорит в 40 главе, а 40 и 41 глава это вообще написывает бегемота. «Припояшь, как муж числа твоего, я буду спрашивать тебя, а ты объясни мне. Ты хочешь неспровергнуть суд мой, обвинить меня в том, чтобы оправдать себя, что я поставил тебе неправильное, незаслуженное наказание?» Он ему спрашивает. «Ты хочешь это опровергнуть, мой суд? Ты хочешь, подвергаешь сомнению правильность моего суда, правильность моих решений?» И вот он говорит, «Такая ли у тебя мышца, как у Бога? Можешь ли возгреметь голосом, как он? И он говорит, «Можешь ли ты излить ярость гнева твоего и посмотри на все гордо и смири его? Вот бегемот, которого я создал, как и тебя, он ест траву, как волк, вот его сила, и вот он описывает ноги бегемота, его шею, он описывает, как он пьет воду из реки, он подробно все это описывает. Потом он говорит про Левиафана, я не знаю, кто такой, может, это крокодил. «Можешь ли ты удаю вытащить Левиафана и веревку, и схватить его за язык его? Можешь ли?» И потом 41 глава, он продолжает говорить про этого Левиафана, про его пасть, про его ноздри, из ноздри его выходит дым, дыхание его раскаляет, угли и так далее, и так далее. «Железо он считает за солому, медь за гнилое дерево». И заканчивается речь Бога. Понятно что-нибудь? А мне понятно. «И отвечал Иев Господу и сказал, «Знай, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть наставлено». И вот он говорит, «Я слышал о тебе слухом уха». Понимаете? Иев, самый праведный человек, он слышал о Боге. Это то, что мы говорили. «Теперь же мои глаза видят тебя, поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле». Окей? Вот результат описания Бога Левиафана, Бегемота, Страуса, у которого нет разума, потому что Бог не дал ему, который делает яйца, кладет их на землю, и не прячет их, что зверь другой может раздавить их, что трудово будет напрасен. А почему он это делает? Потому что Бог не дал ему разума, он ему не дал смысла. «Иев, понятно тебе? Понятно. Я отрекаюсь от всего в прахе и пепле, от своих претензий, от своей праведности, от всего». Вопросы кончились. Бог показал, он даже не говорит на духовные темы с Иевым, он просто ему показывает, берет творение, берет этого Бегемота и говорит, «Посмотри на Бегемота или посмотри на этого крокодила, посмотри на это творение, оно совершенно. Посмотри на эту горную лань, посмотри на ее образ жизни, как она питается, как она делает, рожает детей, посмотри». За этим стою я, Творец, за этим стоит разум Божий. Ты можешь постичь вот эти вещи, вот эти вот вещи, то, что ты видишь? Так что ты вообще, какие ты вообще со своими вопросами, какие ты вопросы вообще задаешь мне? Когда ты даже не понимаешь, как лань рожает, когда ты вообще ничего не понимаешь. Как ты хочешь понять мои пути, как ты хочешь понять определение, и почему ты подвергаешь сомнению мои определения, мои суды, как я наказываю, как я не наказываю, кого я хвалю, кого я наказываю, какую болезнь кому я посылаю, кому я исцеляю, кого не стою. Как ты вообще туда, зачем ты вообще туда идешь, вот туда, в эти разговоры, когда ты вообще ничего не понимаешь? И еще ты обижаешься на меня, на Бога, о Которого ты вообще не знаешь, о Которого ты просто слышал слухом уха, о Которого ты вообще не знаешь и не встретил. Так вот Иосиф, Иосиф, таких вопросов Богу не задавал. Понимаете? Иосиф вопросов Богу не задавал. Поэтому он всегда был с Богом. И потому что он всегда был с Богом, Господь всегда был с Иосифом. Потому что когда мы начинаем нам что-то непонятное, мы начинаем Богу задавать вопросы. А Господь показывает тебе страуса в ответ. И Бог отвечает тебе. Ты идешь к пророку. И Бог говорит тебе через пророка, но ты не понимаешь, что он тебе говорит. Это 99%. Что ты не понимаешь тех пророчеств, которые Бог говорит тебе, если ты от Бога. Если это человеческое, то ты сразу понимаешь. Почему? Потому что, видите, как Бог отвечает Ио? О чем Бог вообще говорит? Бог не говорит о его ситуации. Бог вообще о нем не говорит. Бог о себе говорит. Он на бегемоте показывает свой разум. Христос говорит, я вам говорю о земных вещах, и вы их не можете понять, вы не можете их вместить. Так как же я могу с вами говорить о небесных вещах, когда вы этого не понимаете? То же самое и здесь. Зачем ты пытаешься комментируешь и критикуешь пути невидимые, Божьи, духовные, не в состоянии даже понять то, что здесь у тебя под ногами делается? И не понимая, обижаешься на Бога и живешь с этой обидой. И в принципе из-за этой обиды оставляешь его, и потом удивляешься, почему Господь не со мной? Потому что обстоятельства, они не складываются так, как ты хочешь, не так, как я хочу. И возникает претензия, возникает обида, и мы с этим живем. И мы с этим живем. Мы говорим, почему? Это самый глупый, самый неправильный вопрос, который человек задает, верующий человек задает Богу. Почему? А почему? Иосиф не задавал такого вопроса. Почему? Потому что он знал, что за любыми обстоятельствами, в которых он находится, в которых он будет находиться, всегда стоит Бог. Всегда стоит Бог. Эти обстоятельства, в вашей жизни ничего случайно не бывает. Я не знаю, что в вашей жизни есть, но то, что оно есть, оно не случайно. Это просто не случайно. За этими обстоятельствами стоит Бог. Он их дирижирует ими. И нам они непонятны, но никогда не нужно, как американцы говорят, question God. Задавать Богу вопросы и искать Бога, и понимать Его, это правильно, нужно искать Его в Писании, спрашивать, молиться. Но когда мы говорим question God, как это сказать, ну вы понимаете, что я говорю, don't ever question God. Ну да, по-английски они говорят, don't question God. Обстоятельства, которые мы попали и в которых мы доходимся, эти обстоятельства не случились просто так. За этими обстоятельствами стоит Бог. Всегда. Он что-то хочет сказать, Он что-то хочет сделать. Вот. Смысл этих обстоятельств всегда, я могу выделить две причины. Первая, это то, что Бог хочет открыть себя. Он хочет показать свое величие и себя. И второе, что Бог хочет сделать, Он хочет сломить нашу твердыню, которых у нас не одна. Что такое твердыня? Твердыня – это черта характера, это что-то в характере человека, которое мешает Богу как бы развернуться в тебе, которое мешает вашим отношениям. Твердыня – это stronghold по-английски. Это твердыня, куда Бог, из-за которой Бог не может пройти. Мы его не пускаем, мы проводим черту. И Бог дирижирует этими обстоятельствами, чтобы ее сломать. Через эти обстоятельства мы попадаем в эти обстоятельства, где эта твердыня просто не выживает. Для этого может потребоваться какое-то время. Яков был 20 лет, Моисей 40 лет ходил в пустыне. Но эту твердыню нужно сломать. И поэтому Бог, Он занимается этим. В первом послании к фессалоникийцам, откройте, пожалуйста, первое послание к фессалоникийцам, 5 глава. Здесь есть такое место. Писал Никитин. Сейчас. Вы знаете, 18 стих. «За все благодарите на сегодняшнюю тему, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе». Обстоятельства, я уже сковорил, это тот инструмент, который Бог использует для того, чтобы изменить наш характер и поменять нашу твердыню. Первое послание к фессалоникийцам. Люди, с которыми мы встречаемся, и люди, которые вас окружают в вашей жизни, они тоже не случайны. Первое фессалоникийцам, 5 глава. Даже здесь, вот даже наша небольшая община, Бог собирает здесь людей таким образом, это такой подбор, который тоже не случайен. Для чего? Для того, чтобы сделать с нами то, что Ему надо. Сломать какую-то твердыню в нас. И от нас требуется, нам надо научиться жить с этими обстоятельствами и с этими людьми, которые нас окружают. Или это соседи, или это на работе, или это в церкви. Люди, которые вокруг нас, это подбор Божий, через которые Господь действует. И можете, пока я буду говорить дальше, можете открыть первое послание Иоанна. И нам нужно научиться, нам нужно научиться смотреть друг на друга не так, как мы смотрим, а смотреть друг на друга, как Бог на это смотрит. У нас тоже возникают какие-то обиды, какие-то недоразумения. Почему? Потому что мы смотрим друг на друга не так, как Бог на нас смотрит, не так, как Он нас видит. Каждый из нас, мы должны помнить, что каждый из нас очень драгоценен в очах Бога. Да, но мы этого не понимаем. Мы это не практикуем. Если бы я смотрел на тебя так, как Бог на тебя смотрит, то я бы не относился к тебе так, как я отношусь, и не думал бы о тебе то, что я думаю, и у меня было бы совершенно другое отношение. Несколько лет назад я встречался с одним верующим человеком, которого я знал много лет. И потом я его тоже много лет не видел, он куда-то переехал, потом он встретился с ним, случайно мы встретились, разговорились, и он мне сказал, что-то мы с ним разговорились, и мы что-то стали вспоминать времена, ну, не то, что вспоминать, а то, что вот издеяния, вот как отношение, обстановка была среди верующих, в книге «Деяний». И он сказал такую фразу, которая у меня осталась. Он сказал, что люди были рады, счастливы видеть лицо друг друга. Я говорю, а как сейчас с этим делом? Он говорит, ну, сейчас. Люди были рады видеть лицо друг друга. Почему? Почему сейчас этого не так? Или, скажем, меньше рады? Мне кажется, что мы не смотрим друг на друга, как Бог на нас смотрит. А когда Бог на нас смотрит, Он смотрит, это чадо очень драгоценное для меня. Оно, в принципе, цены не имеет. Мы же, когда смотрим друг на друга, мы, в принципе, пренебрегаем, мы… Ну, у нас нет этого. И вот… И вот это-то слабое место наше. Вот первое послание Иоанна. Посмотрите. Первое послание Иоанна. Пятая глава. «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден…» Нет, не это место. А, первый стих, правильно. «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден. И всякий любящий родившего любит и рожденного от Него». Всякий… Как тут сказано? «Всякий любящий родившего – это кто?» Это Бог. Он любит и рожденного от Него. Он драгоценен. Он драгоценен. Я должен понимать, насколько ты драгоценен для Бога. Это не важно, какое у меня к тебе отношение. Это уже не на личном уровне. Мало того, я должен понимать, что Бог послал тебя в мою жизнь, и Бог послал меня в твою жизнь. И это тоже не случайно. Поэтому не нужно пренебрегать друг к другу. Не нужно перебивать друг друга. Нужно… Смотрите, римляне, посмотрите, римляне ищу место. 12 глава. Римляне, 12 глава. Вот это меня поражает. «Любовь да будет непритворна, отвращайтесь зла. Девятый стих. Прилепляйтесь к добру». Смотрите, «Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью». «Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью». С нежностью. Это вообще, знаете, когда речь идет о мужчине, женщине, которая, знаете, жених и невеста, муж, жена. Это уместно говорить о нежности, каких-то отношениях, таких, их отношения такие, знаете. Молодая пара там, или немолодая пара. У них отношения, они с нежностью относятся. Библия говорит, что мы, просто как верующие, друг к другу относились, мы с того, что с любовью, но что там еще был элемент нежности какой-то. И дальше. В почтительности друг друга предупреждайте. Когда я был в Израиле, я был частью, там участвовал в служении, то там очень много было культур. С израильтяне были, с бывшего Союза, с Америки, с Европы, с Кореи, ну, со всего, очень много стран. Очень много стран. И причем люди приезжают, уезжают, приезжают, уезжают. То есть там не живут 20 лет вместе. И поэтому, знаете, про Америку говорят, это melting pot. А Израиль это pot, but it's not melting. То есть они там все вместе, но они... Да, они вместе, но они не melting pot. И часто в отношениях возникает недоразумение. В отношениях возникает недоразумение. Почему? Потому что очень разные представители разных культур. melting pot. Ну, это как бы расплавленный, расплавленный там котелок. То есть, что я хотел сказать, потерял мысль. То есть разные культуры, и один человек что-то говорит, они просто по-разному разговаривают люди. И потому что люди по-разному разговаривают, по-разному общаются. Часто другие, человек, который с тобой разговаривает, ты это воспринимаешь как какой-то плохой тон, как грубость. А для него это нормально. И часто возникает вразумение. Идут к пастору с претензиями, с обидой, с жалобой, чтобы он побеседовал. И он беседует, он не понимает, о чем речь. Он говорит, я никого не обижал. Понимаете? То есть разные культуры, разные культуры. И вот однажды меня попросили, там у нас собирался стафф, и там мы иногда давали проповедовать, и меня попросили сказать проповедь. И я вот сказал проповедь на эту тему, что мы все собрались представители в Царстве, Царство Небесное, представители разных культур, и у нас возникает недоразумение культурное, недуховное и культурное недоразумение. Я говорю, поэтому и каждый, в принципе, хочет держаться своей культурой, своего бэкграунд. Я говорю, а что если мы как бы это все отпустим и начнем интересоваться, какая культура, в общем-то, царит в Царстве Божьем? Там культура, там же нет скидок на восток, на запад. Я прочел этот стиль, что давайте будем братолюбивы с нежностью и будем предупреждать друг друга в почтительности. То есть в почтительности предупреждать друг друга – это значит опережать друг друга. То есть я иногда жду, я иногда поздороваюсь с тобой, когда я увижу, что ты со мной поздоровался. Или я отреагирую на это, когда я вижу, что это твою реакцию. То есть потому что там, если кто-то в служении или повыше стоит, то он ждет первой реакции от кого-то. Но Писание говорит, что в почтительности нужно предупреждать, то есть опережать, стараться опережать друг друга. Понимаете? Вот это вот культура. Я сказал вот на эту тему тогда проповедь. Но сегодняшняя наша тема, она в принципе не об этом. Сегодняшнее, о чем бы я сегодня хотел поговорить, что меня поразило в судьбе Иосифа, то, что он правильно реагировал на обстоятельства. Он правильно реагировал на тех людей, которые Бог посылает его в жизнь. Понимаете? Если человек, который ему не нравится, даже может быть у тебя антипатия к какому-то человеку, но ты должен понять, как у тебя неприятные обстоятельства, которые сложились в твоей жизни, ты должен понимать, ты должен понимать, что это не случайно, что эти обстоятельства, что этот человек, которому тебе не нравится, нет такого понятия в Старстве Небесном, тебе это нравится, тебе это нравится, но мы призваны любить того, кто нам не нравится. Мы должны за этими вещами, за этими людьми, за этими обстоятельствами всегда видеть Бога. Всегда видеть Бога и не задавать вопросы, почему и зачем. Потому что ответа нету, ответа не будет. И ответа ты не получишь. А когда ты не получишь ответа, у тебя будут претензии. Нужно принимать, как написано в Фессалоникийце, нужно принимать все с благодарением. Почему? Потому что такова есть о вас воля Божья. Ну почему о нем у тебя, как Петр говорит, а он что? Ну тебе какое дело до него? Ты иди за мной. Ты иди за мной. Иосиф знал, что Бог с ним, и что с ним ничего не случится. Когда приходит какое-то обстоятельство, которое как бы сваливается на голову, не нужно спрашивать, почему, а нужно говорить, нужно знать. Нужно знать, во-первых, мысль о том, что, может быть, Бог тебя оставил, или Бог, может быть, как бы тебя… Такая мысль, она даже вообще не должна приходить в голову, окей? Ее даже не нужно рассматривать как option. Что Бог тебя оставил, потому что у тебя случилось какое-то недоразумение, какая-то беда, какое-то горе, какая-то болезнь. Что Бог тебя оставил, что Бог тебя разлюбил. Такая мысль, она даже не должна рассматриваться. Не то, что там нужно с ней бороться и победить. Она не должна рассматриваться. Ее даже на повестке дня не должно быть. Быть такого не может. И не нужно спрашивать, почему и за что. Но нужно знать, что за этим стоит Бог. Если тебя посадили в тюрьму несправедливо, не надо махать руками от возмущения, потому что это пустая трата времени. Нужно знать, что за этим стоит Бог. Это не его идея, как Иосифа, но это такова воля Божья. Ты ее понимаешь? Нет. Если ты будешь тратить энергию на то, чтобы это понять, ты потратишь энергию и напрасно. Тебе нужно концентрировать свою энергию на том, чтобы остаться в вере, зная, что за этим стоит Бог, и что Бог с тобою, и что Он тебя не оставил. И следующий вопрос. Ты говоришь, Господь, я знаю, что Ты со мной. Я знаю, что Ты по-прежнему in control, когда тебе кажется, что все валится из рук. И ты спрашиваешь, Господь, а что сейчас я буду делать? Или ты спрашиваешь так, Господь, а что Ты сейчас сделаешь? Ты знаешь, что это часть Его плана. Если ты попал незаслуженно в тюрьму, это часть Его плана. Если у тебя что-то болит, это часть Его плана. Если у тебя что-то случилось, это часть Его плана. И кончилось тем, что Иосиф оказался тем, кем он оказался. Никто вам не ответит на ваши вопросы, почему и за что. Бог не дает ответов. Но смысл в том, чтобы знать, что такова есть воля, и благодарить за это. Ибо такова есть воля Божия на твою жизнь. Бог только знает, какие у Него благие намерения у тебя, для Него есть, у Него есть для тебя. И от тебя требуется вот эта вот вера, упование, которое было у Иосифа, и Господь будет с тобой. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok